Традиционно сетями какого-то поколения 3G, 4G и так далее называют сети сотовых сетей. Хотя следует отметить, что сети первого поколения начало развертывания приходится на 80-е годы. Второе поколение начало свое развертывание в 90-е годы. В начале 2000-х мы видели сети третьего поколения, и в 2010-м примерно были запущены сети четвертого поколения, которые сегодня называют LTE. И поэтому ни у кого не вызывает сомнений, все считают просто само собой разумеющимся, что сети пятого поколения будут развернуты к 2020 году. На сегодняшний день мы находимся в самом начале пути разработки этих сетей. на всех без исключения профильных конференциях обсуждают, что это за сети, как они должны выглядеть, а в стандартизационных комитетах, в международных комитетах по стандартизации обсуждают требования к этим сетям. Однако базовый облик этих сетей можно считать уже определенным. Во-первых, это будут сети, основанные на новых поколениях технологий LTE и технологий Wi-Fi. Во-вторых, произойдет существенная конвергенция этих двух технологий, то есть взаимное проникновение одной в другую. И связано это с тем, что практически во всех современных смартфонах у вас есть и чип, позволяющий вам работать в сотовой сети, и чип, позволяющий работать в сети Wi-Fi. Собственно, конвергенция двух технологий уже идет. Чтобы привести только один пример, стоит упомянуть о концепции HotSpot 2.0. Все знают, что такое HotSpot Wi-Fi. Всегда, когда вы приходите в кафе, в ресторан, в аэропорт, вы можете поймать сеть Wi-Fi, это называется HotSpot. HotSpot 2.0 – это история о том, что аутентификация в этой сети происходит с помощью вашей сим-карты. В России очень часто Wi-Fi бесплатный, и он просто включен так или иначе в сумму вашего чека в этом самом кафе, которое Wi-Fi предоставляет. Во многих европейских странах за Wi-Fi нужно платить как за подписку, и сети компании TNT или Verizon развернуты по всему городу, во всех возможных кафе, и вы просто приходите с вашей подпиской и пользуетесь тем сервисом, который эта сеть предоставляет. Но каждый раз вам необходимо вводить логин, пароль, вам необходимо регистрироваться в этой сети, и это неудобно. Более того, если вы хотите перенести передачу данных из технологии сотовой сети в технологии Wi-Fi, вам нужно руками переключаться между этими технологиями, объяснить вашему телефону, нажимая на кнопки, что вот сейчас я хочу подключиться к Wi-Fi, или наоборот, пожалуйста, выключи Wi-Fi, потому что плохая связь, и я хочу вернуться в сотовую сеть. Так вот, смысл HotSpot 2.0 в том, что HotSpot и Wi-Fi станут больше похожи на сотовые сети. Разумеется, для этого операторы должны будут заключить роуминговые соглашения, но это уже происходит. И с точки зрения конечного пользователя в HotSpot 2.0 подключение к HotSpot и переключение между HotSpot будет происходить быстро и незаметно, абсолютно автоматически. Сети пятого поколения будут работать в чрезвычайно разнообразных сценариях. И чтобы говорить о том, какие исследования в области этих сетей актуальны, нужно понимать, какие вызовы стоят перед этими сетями. На сегодня их несколько. Во-первых, это структура трафика. По прогнозам ведущих телекомбинационных компаний, к 2020 году больше половины трафика будет представлять из себя видеоконтент. Причем значительная его часть – это будет видеоконтент в этот высокого разрешения, передаваемый в режиме реального времени. Современные алгоритмы сжатия приводят к тому, что видеопоток становится чрезвычайно неоднородным. Есть опорные кадры, которые самые большие, и есть кадры, которые ссылаются на опорные, рассказывая о том, какие изменения произошли по сравнению с опорным кадром. Это позволяет существенно уменьшить объем передаваемой информации. Однако, если вы потеряли опорный кадр, то декодировать все остальные кадры невозможно. Вообще говоря, самый экономичный способ, наверное, самый экономичный кодирования видео – это сделать один опорный кадр в начале, а все остальные кадры сделать как изменение к предыдущему. Но тогда вы не смогли бы перематывать видео и смотреть его с произвольного момента, потому что декодеру всегда нужно было бы вернуться в начало и декодировать все видео целиком. Поэтому в видеопотоке вставляют опорные кадры насильственным путем, просто потому что это необходимо. И вот представьте, что у вас есть видеопоток, в котором последовательность опорных кадров, и между ними много-много других неопорных. Если вы потеряли опорный кадр, то, собственно, та секунда между опорными кадрами, тот интервал времени между опорными кадрами оказывается у вас потерян целиком. И поэтому, с учетом того, что передача видео будет занимать такую большую часть в сетях пятого поколения, актуальными являются исследования в области передачи с учетом знания структуры передаваемого потока. Трудности с передачей видеоконтента с соблюдением требований к качеству обслуживания, то есть времени доставки пакетов, доли пакетов, которые разрешено потерять, каких именно пакетов можно потерять, усугубляется совсем другим фактором, а именно распространением социальных сетей. Представьте, что вы едете в метро, и все в метро читают на своем айпаде газеты, листают сайты. Раз в минуту или в две вы нажимаете кнопочку «перелистнуть» и читаете новую страницу. А теперь представьте, что в метро едут люди, и все они пишут постоянно какие-нибудь твиты, ведут какие-нибудь чаты. Это гораздо более интенсивный трафик в смысле числа активных устройств, которые постоянно пытаются получить доступ к среде. Переводя на технический язык, задача множественного доступа решается в условиях, когда число конкурирующих устройств гораздо выше, чем оно было всего лишь 10 лет назад, до того, как появился Facebook и все остальное. Говоря о сети пятого поколения, нельзя не упомянуть совершенно отдельным образом сети автономных систем или концепцию межмашинного взаимодействия, или Internet of Things, это называют по-разному. Речь о том, что в сетевое взаимодействие оказываются вовлечены просто физические объекты. Чтобы привести только один пример, вспомним про Москву с ее сетью парковочных мест. Под каждым парковочным местом в асфальте на самом деле закопано маленькое устройство, которое умеет проверять только одну вещь. Есть машина сверху или нет? Есть приложение, если кто не знает, которое позволяет посмотреть, а сколько парковочных мест свободно или занято на такой-то улице. И на многих улицах Москвы есть указатели, сколько свободных мест на этой парковке. Сегодня в Москве чуть более 20 тысяч парковочных мест, оборудованных такими датчиками. Всего компания, которая все это делает в Москве, планирует развернуть более 80 тысяч таких датчиков. Теперь представьте, что все это многообразие устройств должно кому-то сказать, должно быть вовлечено в сеть, тоже подключено к сети, и кому-то сказать, что у меня машина есть надо мной или нет. Один бит информации, да или нет, свободно или занято, но регулярно. Компания, которая строила эту сеть, вначале пыталась договориться с нашими сотовыми операторами, всеми, какие в Москве есть, и не удалось. Все они ей отказали. Они предлагали купить контракт за 5 долларов на 200 мегабайт трафика. Никому не нужно передавать 200 мегабайт, нужно передать 1 байт информации иногда. Мне нужен не контракт на 5 долларов, а контракт на 5 центов, а лучше всего бесплатно. Я вам отдам информацию о том, какие парковки заняты, какие свободны, а вы построите на этом отдельный бизнес, ради бога. Но нет такой бизнес-модели у наших операторов, и это не потому, что они злые и не хотели помочь, а потому что они боялись, что такое большое количество устройств, которые будут передавать информацию хоть и по чуть-чуть, но регулярно, окажут очень сильное негативное воздействие на их сеть, и их опасения небесфочные. Однако большое число устройств не единственная трудность. Другой трудностью является большая плотность устройств. Причем как клиентских устройств, то есть наших с вами мобильных телефонов, планшетов и всего остального, но и плотность инфраструктуры. Потому что так как у нас много устройств, много трафика, то в одну базовую станцию не удается так много трафика запихнуть, и операторы вынуждены ставить все больше и больше новых инфраструктурных станций. И так оказывается, что, во-первых, на каждую точку доступа приходится все большее число клиентских устройств, а во-вторых, клиентские устройства оказываются в зоне покрытия сразу нескольких точек доступа. И это неудобно, потому что точки доступа мешают друг другу. Происходит интерференция, и уровень настолько большой, что даже подключение к сети занимает порой неприятно большое время, не говоря уже о том, что передача информации происходит медленно. Интересной современной концепцией, которая могла бы помочь операторам в управлении их большими плотными сетями, является концепция программно-конфигурируемых сетей. Эта концепция уже получила практическое развитие в проводных сетях. Например, существует протокол OpenFlow, который реализует эту концепцию в проводных сетях. Суть концепции в том, что механизмы передачи данных отделены от механизмов управления сетью. На сегодня в беспроводных сетях ничего подобного не делается, по крайней мере, что касается беспроводных локальных сетей. И, собственно, на сегодняшний день разговоры о сетях пятого поколения всегда идут вокруг подобных трудностей, с которыми этим сетям придется столкнуться. И они демонстрируют те направления научных исследований, которые необходимо проводить, чтобы эти сети когда-нибудь построить.